Здравствуйте, дорогие друзья! Вот мы и подошли к завершению наших исследований священного писания в ракурсе темы управления ресурсами, которые Бог нам сегодня посылает. Мы много говорили о пожертвованиях, о десятине, о верности, о помощи, о том, как мы должны себя вести в трудных жизненных обстоятельствах, как доверять Богу, как полагаться на Него, как взращивать вот эту веру, которая поставит Бога на первое место, а не благополучие в этом мире. Сегодня же мы поговорим о том, какая награда ждет тех, кто выберет вот именно этот путь, быть верным Богу до конца. Наш Отец, мы благодарны Тебе за то, что мы можем склоняться перед Твоим словом, что мы можем его изучать. Самое главное, что действует Твой Дух. Мы просим и призываем, Господь, работай через Него в наших сердцах, чтобы мы их открыли, чтобы мы действовали, Господь, в соответствии того, что Ты нам говоришь. Помоги нам и дальше, чтобы они противились, а готовили себя, Господь, к Твоему приходу. Аминь. Аминь. Самая приятная глава из 12, которую мы с вами разбирали. Всегда приятно говорить о том, а что же вас ждет. Я вспоминаю тот момент, когда апостол Петр спрашивает Иисуса Христа. Ну вот, Господи, мы оставили дома, бизнесы оставили, семьи. Что же нам за это будет? И вы знаете, Петр не обличает Петра, не говорит, ах, ты алчный человек, ты думаешь только о вознаграждении. Нет, он говорит, знаешь, Петр, те, кто оставили все, они получат намного больше того, чего они оставили. А в царстве, которое придет, и жизнь вечная. Поэтому давайте посмотрим на то, а что же Бог говорит о том вознаграждении, которое ожидает верных Его слуг. И первый отрывок, который хочу прочитать вместе с вами, это Евангелие от Матфея, 25 глава, 21 стих. Господин его сказал ему, Хорошо, добрый и верный раб, в малом ты был верен, над многим тебя поставлю. Войди в радость Господина твоего. Текст, он очень красивый, да? Вот момент вознаграждения. За твои старания, за твои труды, за твои усилия. Но знаете, что меня в этом тексте смущает? Он так выглядит, как будто ты должен заработать возможность попасть в радость Господина твоего. Вот ты был верен, ты приумножил то, что я тебе дал, и за это вот тебе Царствие Небесное. Ну да, может так казаться, как бы я, например, с другого ракурса тоже другой вопрос задам. А не дает ли это христианину или потенциальному, ну да, христианину мотивацию, что якобы ты должен здесь на земле работать и служить за вознаграждение, как бы с другого ракурса, что якобы это не будет от искреннего сердца. Что мы здесь служим, чтобы получить награду, а не служим из-за любви, потому что мы любим Творца, служим, потому что так правда, так нужно, а не потому что мне там что-то капает. Вообще здесь очень глубокий смысл. Во-первых, это притча, мы понимаем, что это не прямое указание, что и как будет, это символически указывает, как оно происходит. Но здесь посмотрите, в чем сама суть, что я заметил. В малом ты был верен, поставлю тебя над великим. То есть Господь, неважно, сколько ты принес Господу, Господь хочет видеть старания, твое желание, твое стремление. В малом ты верен, Бог тебе даст всю вечность для этого. И в этом самое главное, потому что мы очень многие стремимся, хотим достичь какого-то совершенства, стать лучше. И мы всегда не удовлетворены своим христианским опытом, своей жизнью. Мы всегда думаем, что все-таки мне не хватает чего-то, что-то я еще. Но это естественно, потому что только совершенство мы достигнем не в небесах. Но вот именно вот это стремление наше Бог хочет видеть. И тогда Господь говорит, войди в радость мою, потому что ты стремился всю жизнь, а вот здесь ты уже достигнешь самого главного, самого высокого. Я вижу в этом тексте вопрос ответственности. Бог говорит, у тебя была маленькая ответственность, ты доверился мне, ты послушал меня, ты делал то, как я тебя просил. И в будущем ты получишь большую ответственность. И мне кажется, здесь вообще не идет речь о том, что ты сможешь заслужить спасение, или как-то неискренне это делаешь. Все Священное Писание поговорит о том, что Бог просит от нас быть ответственными. Он говорит, вот есть 10 заповедей, они же построены в такой форме, не то, что ты соблюдай их, ты не будешь делать вот этого. Почему ты не будешь? Потому что мой дух будет жить тебе, потому что я через тебя буду жить, и ты не будешь грешить, ты не будешь иметь других богов, ты будешь так поступать. Точно так же здесь с ответственностью. Божья любовь, ее ответ на эту любовь будет в нашем сердце. И мы будем стремиться к тому, чтобы делать то, что у нас просит Бог. Это так естественно. Если родители, дети любят своих родителей, и родители у них просят, сыночек, сделай, пожалуйста. Ну ты идешь и делаешь. Это твоя обязанность. Ты не задаешь вопросу, а почему, а зачем. Ты просто делаешь. Знаете, что мне нравится в этом тексте? Хрисус говорит ему, верный раб. То есть получается, что этот раб исполнял повеление хозяина не для того, чтобы заслужить награду, а потому что он верный. То есть мотив, работа может быть одной или действие может быть одно и то же, но кто-то эти действия проявляет для того, чтобы что-то заслужить, а кто-то потому что проявляет уважение к тому, кто попросил его или дал ему вот это поручение. И вот в этом как бы вся суть. Есть интересный еще один момент. Следующий текст, который мы с вами должны прочитать, это Евреев 11 глава 6 стих. А без веры угодить Богу невозможно, ибо надобно, чтобы приходящий к Богу веровал, что он есть, и ищущим ему воздастся. Да, с одной стороны тут написано, что Бог воздаст тем, кто его ищет, то есть верующим. Там мы читали, хозяин воздает тем, кто был верен и исполнял верное поручение. На первый взгляд, вот оно противоречие. Тут вера, а там дела. Но на самом деле... Там же тоже вера. Хозяин уходя сказал, вот тебе делай. Но ты не знаешь, вернется он, не вернется. Когда он вернется. А заметит он не то, что ты не делал. Потому что ты все равно веришь. Я верю, что хозяин придет. Точно так же и в этом тексте. Без веры угодить Богу нельзя. Нужно верить в него. Вот это определяет всю нашу жизнь, друзья. Бог нам обещает в своем слове что-то. И мы верим, что он это исполнит. И на основании этого делаем. Я бы сказал, что в Евреев 11.6 тут есть мотив. А в Матфея 25.21 Там есть проявление вот этого мотива. Вот и все. Оно не противоречит друг другу. Оно дополняет друг друга. Или показывает целостную картину вот этого вопроса. Мы продолжаем исследовать нашу тему. Вначале мы поговорили о том, чтобы человек каждый понял, что вознаграждение, которое Бог посылает, оно не для того, чтобы... То есть это не то, что ты заслужил. Вот ты заслужил, вот тебе. Нет, вознаграждение. Это потому, что ты проявил веру. И эта вера, она видна была вот в твоих стараниях, в твоих действиях, о которых вы сказали. Сейчас хочу поговорить о самом вознаграждении. То есть каким образом оно будет выглядеть. В чем оно проявляется. Давайте мы прочитаем два отрывка из Священного Писания. Это Римлянам 6 глава 23 стих Иоанна 3.16. Ибо возмездие за грех смерть, а дар Божия жизнь вечная во Христе Иисусе Господе нашему. Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную. Какое вознаграждение мы находим в этих двух текстах? Жизнь вечная. Что-то еще надо, кроме этого человека? Ну, заметьте, здесь оно пишется дар. То есть это не заработано, это не потому что, а это дар. Ну да, мы об этом говорили уже в первую часть. Да, я хотел подчеркнуть первую часть, именно что это в ракурсе вот это как раз таки говорится. Не заработать, но это дар Божий. Мы порой даже не понимаем, наверное, насколько вот даже это одно, жизнь вечная, уже превосходит все, что только мы можем иметь в этой жизни. Но и в этих отрывках, насколько я вижу, друзья мои, вы понимаете, жизнь вечная в отрыве от Бога – это мучение. Понимаете? Но это жизнь вечная вместе со Христом. И это, вот Христос эту вечную жизнь, Он ее и наполняет. И смыслом, и вообще той радостью, которую мы испытываем, когда слышим эти слова. Поэтому, что если бы это была жизнь вечная, вот такая, как здесь, со всем этим грехом, со всеми проблемами, слушайте, такая вечная жизнь никому не нужна. Само то, что человечество все время или всю свою историю стремится как бы продлить вот годы своей жизни и ничего с этим не может сделать, а Бог говорит, а вы знаете, а я вам дам то, к чему вы стремитесь. Это уже невероятное благословение, которое человек может получить. Конечно же, если еще глубже копнуть, а какой будет эта жизнь, да, то эта картина еще шире открывается, и она настолько красочная. Но я хочу вот на что еще обратить внимание. Я, честно, я нередко сталкиваюсь с людьми, даже с христианами, так скажу, которые сомневаются, что они смогут это получить. Ну, то есть, что они будут достойные, что, извините, что им места хватит на небе. Я бы хотел в этом ракурсе, чтобы мы открыли еще один отрывок из Писания. Это Евангелие от Иоанна, 14 глава, с первого по третьей стихи. Пусть не тревожатся сердце ваше, доверьтесь Богу, и мне доверьтесь. Много покоя в доме отца моего, и если бы это не так было, сказал бы я вам, иду я туда приготовить и для вас место. Я уйду, и после того, как приготовлю вам место, приду вновь, и возьму вас к себе, чтобы и вы могли быть там, где я. Как вам такое обитывание? Мне кажется, что вопрос сомнения человека в своем спасении, в вечной жизни, оно отчасти культурное. Например, в странах СНГ, где православие, который человек не понимает, он не верит, что можно иметь вообще уверенность в спасении. Как бы, мне кажется, отчасти это просто незнание, что, вот как в первой Иоанна написано, да? По-моему, в первой Иоанна, что вы, чтобы вы знали, чтобы вы знали, что вы веруя, имейте жизнь вечную. Как бы, оно, мне нравится потом отрывок, соприкоснает знания с мистикой, целого рода, как бы, что вы верили. Так что, вот, сомнения от того, что мы не знаем. И как бы, мы несем этот багаж и постоянно сомневаемся. Многие консервативные христианские круги тоже, это как бы, нельзя, нельзя знать. Ты слишком гордый, если ты уверен в своем спасении. Ты должен, вот, смиренно жить. Я верю, что это не так. Как бы, не то, что мы должны гордо ходить, мы должны иметь эту уверенность, потому, что это обещание Библии. Да, я хочу Илью поддержать, потому что, недавно мы читали текст, где написано, а дар, дар, это дар, понимаете? И я знаю, что я никогда не буду достоин. Никогда. Но я доверяю Христу, который сказал, что он отдал Богу, который отдал своего сына, чтобы сделать все возможное, чтобы я там был. И он это сделает. Человек, который заключил завет с Господом, живет в Господе, который сомневается в своем спасении, он в принципе полагается на себя. Он думает, что что-то нужно сделать. Вот чего-то не дотягиваем, чуть-чуть. Мы никогда не дотягиваем. Поэтому это дар Божий, это жизнь вечная, которая отдается даром. И мне очень тяжело, но даже если бы мы сегодня спросили, а ты уверен в своем спасении? Вот что бы ты ответил? Понимаешь? Даже нас, скажем так, спрашивая, сложно нам ответить. Хотя Библия четко и ясно говорит, верующий в меня имеет жизнь вечную. Не то, что он будет иметь, он получит, вот если он будет хороший. Нет, нет, он имеет жизнь вечную. Я бы так сказал, что на данный момент я уверен. Еще зависит от стадии развития, потому что мы помним наше покаяние, когда мы не уверены даже, вот даже как причастие, как молиться, как становиться, и это ясно, это здоровый рост, но когда мы застряли вот в этом как бы стадии, и вот человек, который, мне кажется, сомневается, он в этой стадии просто слишком долго, как бы, есть выход, но отчасти того, что просто инфантильность такая вот христианская, как бы, живет там первой твоей любовью, которая давно угасла, и ничего не действует. Как бы, мне кажется, оттуда тоже идет это вот сомнение, потому что, когда мы уже зрелые христиане, и мы понимаем, как справедлив Господь, зная, что мы не живем в открытом грехе, ну, или закрытом грехе, мы не живем в грехе, мы спотыкаемся, но мы не живем в грехе, мы, может, согрешили, но мы не делаем грех, как постоянно, тогда мы уверены, что даже якобы, если мы там упадем где-то, и там резко Христос придет, как бывает говорят, Бог справедлив, Бог справедлив. Знаете, я все же хочу вернуться еще к этому тексту и сказать, ну, чуть включить мантазию, друзья, там на небе Христос говорит, я тебе готовлю место, это означает, дом, над которым стоит бирка, место, или дом, для Романа Цыганюка и его семьи. И Бог для каждого готовит это место, Он говорит, и когда приготовлю, я приду, чтобы забрать вас к себе. Он не говорит, если, а может быть, ну, а я надеюсь, нет, Он говорит уверенно, если мы выбираем Его сегодня нашим Богом и Спасителем, если мы идем за Ним, как вы уже сказали, даже спотыкаясь и падая, но вставая и дальше двигаясь в направлении к Нему, это место обязательно будет приготовлено для нас. Вот священное писание нам не дано для того, чтобы эту веру укрепить. Понимаете, друзья мои? Мы не зря заключили завет с Богом. Когда мы посмотрим на тот завет, который бы и с Израилем заключил, ну, сколько Бог с ними носился, сколько Он их вытаскивал, и тексты мы эти постоянно повторяем, и если нужно, даже как головню из огня Бог вытащит. Понимаете? Мы находимся в завете, друзья. Это значит, что Бог Священного Писания, о котором мы читаем, Он будет делать все возможное, чтобы меня спасти. И я Ему доверяю, и знаю, что Он это сделает. И тогда легче живется. Вы понимаете? Легче живется. Честно говоря, я думаю, что для каждого человека будет место на небе. Просто, к сожалению, некоторые места останутся пустыми, потому что они не используют эту возможность. И это очень печально, да. Мне кажется, особый резонанс резонирует этот текст с теми, кто здесь не может найти место. Мне кажется, это тоже очень глубоко. Многие переживают период бури или какое-то отвержение или предательство в своей жизни, где переходят границы например, когда мусульманин оставляет свою культуру и становится христианином. Вот это вот место, что я готовлю тебе место, у тебя есть дом. И даже если на этой земле человек забыт, даже своими близкими, как бы, своей семьей даже, на небесах ему будет эта комната. И вот это, мне кажется, вот тоже вот такое подбодрение. Хочу еще раз это как бы обобщить. Итак, обетование о награде. Оно дано каждому человеку, каждому, кто выбирает сегодня Бога своим Господом и Спасителем и следует за Ним. Все, о чем мы говорили в протяжении этих трех месяцев, мы говорили о том, а как же проявляется наша вера или в чем она проявляется. Да, в этот раз мы сделали больше акцент на нашу верность, на поддержку, на наше участие в нужных других людей, в служении церкви. но мы понимаем, что есть и много других ракурсов. Просто в этот раз мы об этом говорим. И Господь говорит и как награда или вознаграждение за то, что вы верили и основываясь на вере, вот жили вот так, вот что для вас приготовил. И сейчас еще больше деталей. Что же Бог приготовил? Откровение 21 глава. Наверное, самые красочные описания того будущего или той вечности, которую Господь готовит для каждого из нас. Что вам нравится больше всего? Мне нравится третий текст. Вот обитель Бога среди людей. Здесь будет жить Он вместе с ними. И будут они народом Его, а Он будет с ними. И вот эта вот весть, друзья мои, она начинается с книги «Бытье». Что Бог ходит за народом и говорит «Я хочу жить с вами». И оно исполнится. Он будет жить с нами. Четвертый стих уникальный. «Отрет Бог всякую слезу сочи, их смерти не будет уже, ни плача, ни вопля, ни болезни не будет. Ибо прежде прошло. К сожалению, на этой земле сегодня очень много стражданий, переживаний, смертей, война проходит, люди гибнут. Тяжело смотреть на это. Очень тяжело. И мы мечтаем о том времени, когда будет мир, согласие. И вот это, что Господь сказал и отрёт Бог всякую слезу, но это не то, что Бог, знаешь, просто там выкрутит какой-то предохранитель, чтобы мы не могли плакать. Нет. Он просто с каждым посидит, объяснит, поговорит и даст возможность, чтобы вот эта боль ушла. Потому что, к сожалению, сегодня, смотря на современный мир, переживания и страдания, очень тяжело смотреть. Особенно, если касается твоей земли, на которой ты родился, это очень тяжело. Поэтому наши стремления, наши мечты о том, что Господь скоро придёт, совершит свой суд и вот совершит то, что написано в 21 главе, отрёт каждую слезу, даст мир. Смерти не будет, не будет вопля, ибо прежде всё прошло. Это мечта каждого. Я вот хочу присоединиться но особое ударение сделать на то, что там не будет греха, не будет этого дефекта, вот не будет этой занозы, от которой всё гноится. И как бы из-за этого я даже и представить не могу, как это спать я там не буду. Вот с сыном разговаривали, говорят, пап, а что мы там спать не будем, а как это? Я могу строить там тоже? А что я буду строить? А какие-нибудь, а там машины будут? А потом, а резина там будет? Как бы начинаем думать в этом, мы не знаем, как бы, но мы знаем, что всё, что противоречит фундаментальной природе, что принёс грех, его там не будет. Я вот с этого смотрю, мне тоже самому жутко интересно, а как там всё это будет на самом деле. Так что, когда уберётся вот этот заноз, за которым везде проблемы, из-за которого всё вот это вот происходит, когда этого не будет, а как это всё будет? Я знаете, что вижу в этом всём, вообще в этой главе, и в этой главе вижу вот очень чёткую последовательность. Саша сказал, что самая главная, ну, благая весть, которая находится в этой главе, это то, что Бог будет вместе с нами. А ведь по сути, почему человек начал умирать? Потому что грех разъединил человека с Богом, потому что только Бог является источником жизни. А это означает, что как только мы возвращаемся обратно к Богу, Бог опять тут с нами, как он говорит, да, это место, город Иерусалим, приготовленный, как невеста, украшенный для мужа своего, где Бог будет пребывать с человеком. Тогда, как Вася сказал, уходят слёзы, боль, печаль. Уходит грех, да, и он больше не повторяется. Тогда, как тут сказано, земля становится новой, да, все творят всё новое. То есть, всё преобразовывается, когда мы пребываем в присутствии Бога и живём вместе с Ним. Это невероятное обетование и прекрасное будущее, которое сегодня готовится для каждого человека. Но оно будет невероятным не для всех. Для кого-то присутствие Бога, оно является очень таким едким, знаете, оно раздражает глаза, раздражает характер, поведение. И мы можем видеть даже сегодня, когда в обществе какой-то группы людей появляется человек, который, например, не курит, не пьёт, ведёт себя по-другому, и люди начинают против него восставать. Почему? Потому что его вот такое поведение, оно их раздражает, оно мозолит им глаз. Они понимают где-то там на подсознании, что он лучше. То есть, его выбор лучше, чем их выбор. Не то, что он лучше, чем они, но его выбор лучше, чем их выбор. Но они не хотят это принять и они тогда начинают это уничтожать. Поэтому сейчас я хочу, чтобы мы посмотрели ещё на том, в чём суть выбора, как нам приготовиться, чтобы быть вот теми наследниками, которые получат вот в эти все обетования. Предлагаю прочитать два отрывка от Евангелия от Матфея 25 глава с 14 по 19 стихи и 19 глава с 12 по 26. Ибо он поступит как человек, который, отправляясь в чужую страну, призвал рабов своих и поручил им имение своё. И одному он дал пять талантов, другому два, иному один, каждому по его силе и тотчас отправился. Получивший пять талантов, пошёл, употребил их в дело и приобрёл другие пять талантов. Точно так же и получивший два таланта, приобрёл другие два. Получивший же один талант, пошёл и закопал его в землю и скрыл серебро господина своего. По долгому времени приходит господин рабов тех и требует у них отчёта. И Луки, 19 глава, с 12 по 26. Ну, здесь, в принципе, та же самая притча. Роздан разным людям разные эти мины и они должны были их вернуть. Каждый поступил по своему усмотрению. Читаем там, в 14 стихе. Но граждане ненавидели его и отправили вслед за ним посольство, сказав, не хотим, чтобы он царствовал над нами. И когда возвратился, получив царство, повелел призвать к себе рабов тех, которым дал серебро, чтобы узнать, кто что приобрёл. То есть, эти люди, рабы, о которых тут сказано, они изначально были негативно настроены. Потому что, можно подумать, что, ну, вот тот, который имел один талант, он просто, ну, он боялся, он боялся потерять, он боялся, а вдруг у него не получится. И что мы будем осуждать человека? Ну, ведь не у каждого есть способность приумножать, да? Может, у него был талант пасти коз и овец, а не там деньгами распоряжаться, а тут от него требуют вот такого, да, что ж ты не заработал на этих средствах. Нет, вот это, Евангелед Луки показывает, что проблема не в том, что этот человек не имел способностей. Проблема в том, что человек был враждебно настроен по отношению к господину своему. Он не хотел развивать то, что ему было дано. Ну, а теперь так, в чем суть вот этих притч относительно нашего духовного возрастания и нашего выбора? Отчет. Недостаточно просто поверить и ждать пришествия. Мы должны что-то действовать. Как бы, это фундаментально как бы меняет нашу перспективу на нас. У нас даже своего рода есть долг. У них не спросили, а хочешь ты или нет. У тебя есть долг и ты должен. Как бы, по крайней мере, я смотрю на это. Не то, что там, а может быть, на вот тебе попробуй, не получится все нормально. Нет. У тебя никто ничего не спрашивал. Тебе дали, ты и делай. Потому что с тебя спросят. То, что в другом отрывке написано. Кому дано больше, или я не знаю, здесь ли написано, того больше спросится. Кому дано меньше, меньше. В этом и фундаментальность справедливости господней. Он будет честно. Потому что в талантах дал кому по способности, по его силе. Если посмотреть 24 стих, 25 глава Матфея, он говорит, подошел, получившему один талант, и сказал ему, господин, я знал тебя, что ты человек жестокий. Для меня это фундаментальная притча, которая говорит о взаимоотношении человека с Богом. Если я люблю Бога, если я ему доверяю, наши взаимоотношения очень тесные, близкие, он сказал, что придет, он исполнит свое. Но здесь вот этот раб, который получил один талант, суть не в том количестве, что он получил, суть в его отношении. Он знал, что Бог жестокий. И посмотрите сегодня, как много людей смотрят на Бога, как на Бога жестокого, который за любую мелочь готов тебя наказать, который, если ты неправильно оступился, он тебе поломает ногу или еще что-то. Вот это фундаментальная вещь, взаимоотношение с Богом, мое понимание характера Бога, это самое-самое главное, что есть в нашем христианском опыте. У меня есть один талант, это одна моя жизнь. Бог дал мне ее. И вот в какую сторону я буду идти в своей жизни. Если мой вектор, он с Богом, вот он, я иду вместе с ним, стараюсь каждый день по силам своим, что могу делать, свою работу, в семье своей, в церкви что-то делать, вот это и есть мои таланты, которые я использую. А если вектор мой другой, то о чем мы говорили чуть раньше, мамона, моя гордыня, гордость от чьей, то есть мое мировоззрение такое, то тогда и Бог у меня другой. Он жестокий, он от меня что-то хочет, что-то требует, что-то постоянно от меня за что-то толдычит, и поэтому мне не хочется ничего, не буду я делать ничего. Понимаете, друзья мои? Ведь он не требует ничего от нас многого такого. Я вот, понимаете, тут кому-то 10, кому-то 20. Но он говорит, малым будь верен, малым. Вот живи, вот иди в направлении моем. Делай что-то для меня. Если так в общем сказать, то эти две притчи говорят о том, что ожидание второго пришествия Иисуса Христа, оно не пассивное, оно активное. Ты не можешь просто сесть и ждать. Ты что-то делаешь, ты несешь какую-то ответственность. Да, мы понимаем, мы несем ответственность за то, чтобы проповедовать, ну, чтобы рассказывать о том, что Христос скоро придет, да? Для этого нужно использовать разные средства. И когда мы говорим о талантах, речь идет не только о наших умениях, знаниях, да? Потому что мы обычно, ну, не мы, а вот есть такое представление в христианских руках. Если ты поешь, играешь, проповедуешь, значит, у тебя есть таланты, ты можешь использовать повеление, ну, исполнять повеление Божье, чтобы проповедовать весь Евангелие. Ну, ладно, еще есть вариант, там, книжки раздавать, вот, набор такой. Заниматься вот таким делом. А все остальное, все, ты уже не в удел, ты уже не исполняешь повеление Божье. Но, мы уже много говорили об этом, что чем бы ты ни занимался, каким бы ты, какой бы ты профессией ни владел, если для тебя это, как вы высказывались, не цель, просто заработать денег, а цель, чтобы с помощью той профессии еще и послужить, быть света в этом мире, то ты можешь исполнять эту обязанность на том рабочем месте, где ты находишься, с теми способностями и умениями, которые у тебя есть. Но главное, ты должен развиваться. Ты, вот, мы используем это слово, должен. Ну, наверное, так и есть, братья. Да ты будешь развиваться, потому что ты, ты стараешься быть похожим на своего небесного Отца, друзья мои. А Бог, Он, Он никогда не стоит на песне. Христос говорит, Отец мой до ныне делают, и я делаю. Поэтому, глядя на Христа, мы хотим что-то новое, что-то лучше, что-то совершенствовать, понимаете. Но я вспомнил, пока Рома ты говорил, вспомнил Лото, думаю, вот интересно, ну, как много он там проповедовал? Вот, как много он там проповедовал всего дел? Ну, он делал. И Бог нашел, вытащит его оттуда. Поэтому, нам не нужно переживать, что мы не какие-то великие проповедники, не все отправились в Африку или еще куда-то. Да давайте у себя дома начнем просто жить. Мы служим внешним, когда мы совершаем свою работу, но мы приходим в субботу со своими братьями и сестрами, и мы друг для друга тоже можем послужить своим опытом, своим примером. Кто-то субботнюю школу проведет, кто-то помолится, кто-то расскажет, как Бог его жизнь делает. Мы укрепляем и поддерживаем друга. Это тоже важная часть служения. Мне кажется, многие недооценивают силу и долг, которому призывают, призывает этот отрывок. Здесь написано умножить. Многие говорят, вот у меня есть, и он сохраняет этот талант. Как бы вот, например, я пою, и я буду петь. Как бы, и все. Я на это смотрю чуть-чуть по-другому. Ты поешь? Хорошо, ты дальше пой. А что еще? Я вот на это смотрю. Как бы развивай. И вот даже вот заметка вот Елены, связанная с финансами. Вот буквально анализ, вот очень холодный анализ того, что у человека есть. Финансы какие есть, какие возможности, тенденции, может быть. Что ты еще можешь создать? Какой талант ты можешь буквально создать из ничего? Чтобы люди тебя, не то что узнавали, как будто ты такой эксперт, что-нибудь такое, которое поменяет, или сделать какой-то переменной для Царства Господня. Я вот на это смотрю. Так что мне кажется, недостаточно просто сидеть. Я согласен. Ну, можно и дальше пойти и развивать что-то большее. Я думаю, вы подразумевали как бы и это. Но бывает, слишком мы расслаблены бывает сидим, когда мы делаем все, что как бы в принципе у нас есть. Даже если человек поет и все делает. Мы уже говорили о том, что Бог для нас приготовил. Мы говорили о том, что это обетование дано каждому человеку. И сегодня, если он выбирает Иисуса Христа своим Господом, то он может быть уверен, что место для него будет в Царстве Небесном. Мы говорили, что это ожидание, оно должно быть активным, а не пассивным. Но эта активность должна быть правильно промотивирована. Главным мотиватором, это чувство благодарности за то, что Бог для нас делает и за то, что Он для нас приготовил, а не страх наказания. И последняя часть. Я хочу, чтобы мы прочитали послание апостола Павла в Рим, 8 глава, с 16 по 18 стихи. «Всей самый дух свидетельствует духу нашему, что мы дети Божьи. А если дети, то и наследники. Наследники Божьи, сонаследники же Христу, если только с Ним страдаем, чтобы с Ним и прославиться. Ибо думаешь, что нынешние временные страдания ничего не стоят в сравнении с той славой, которая откроется в нас». Я вот читая этот отрывок, понимаю, что единственная причина, почему Павел мог устоять во всех этих трудностях и переживаниях, он описывает об этом всем, сколько раз он тонул, сколько его побивали камнями, сколько там всякого было в его жизни. Это только лишь потому, что он осознавал, что он дитя Божье, что Бог таки назвал его своим. И ради того, что он дитя Божье, он готов был не видеть ничего, никакие трудности и преграды. Просто идти за Богом и выполнять то поручение, которое он дает. Почему так важно сегодня ощущать или понимать, что ты дитя Божье? Оно, мне кажется, делает чувство перспективы, мотивации. Даже в предыдущий сегмент, который мы покрывали, дискуссия, которая у нас была, именно буквально откуда это исходит. И когда человек понимает, что он наследник, что это как всего рода даже статус, и он дает больше даже бодрости для жизни христианской здесь, я бы так это выразил. Осознание того, что ты дитя Божье, вообще изменяет очень много. То есть посмотрите на историю Еноха. Написано, прожил Енох 60 лет и родил сына его. И прожил он 360 лет и забрал его Бог. Но ходил он с Богом 300 лет. С того времени, когда он родил сына, он начал ходить с Богом. Он понял эти взаимоотношения отца и сына. Понимаете, когда у тебя есть ребенок, ты же его не наказываешь за каждую ерунду. Ты же его не бьешь, понимаешь, если он даже ошибся, что-то сделать. А мы почему-то всегда ожидаем, что вот я ошибся, и вот сейчас что-то произойдет. Нет. Мы есть дети Божьи. И Бог делает все для своих детей. И в этом вот эти взаимоотношения, они просто настолько уникальны, что будем их познавать всю вечность, в принципе. сегодня мы только прикасаемся и немного можем понять по отношению, как мы относимся к нашим детям. И сегодня это, ну, это очень известный факт. Если отец здравомыслящий, ребенок здравомыслящий, если мы дети Божьи, значит, мы мыслим так, как Господь. Наше желание, стремление, понимаете, вот этот факт, понимание, что ты дитё Божье, оно меняет твою просто мировоззрение полностью, и ты становишься совсем другим человеком. Да, этот текст, конечно, он даёт правильную мотивацию и, с другой стороны, укрепляет веру, что вот Бог называет меня своим детём. И значит, Он делает всё возможное, чтобы я был в том доме, который Он для меня приготовил. Для меня это просто такое обетование, которое даёт силы и окрыляет. Спасибо, братья. Спасибо за то время, которое вы посвятили для того, чтобы разбирать эти темы, исследовать, углубляться, что-то осознавать, где-то чувствовать ответственность, где-то чувствовать благодарность. Спасибо за то, что вы были с нами весь этот квартал и мы могли исследовать эту тему Священного Писания. Хочу сказать большое спасибо и вам, дорогие друзья, наши дорогие зрители, кто из недели в неделю вместе с нами исследует Священное Писание. Я очень надеюсь, что в этой непростой теме, где так много было выражений должен, нужно, обязан, вы поняли, что на самом деле всё это чувство благодарности. Я должен, потому что люблю, потому что не могу по-другому. Вот и всё. Вот в чём суть моего долга, суть моего обязательства. Поэтому хотелось бы, чтобы в первую очередь каждый из нас понял Божью любовь по отношению к нам. Как много Он сделал и как много Он делает лично в моей и вашей жизни. И пускай рассмотрение или рассматривание всей этой красоты Божьей в моей жизни, оно и побуждает меня к щедрости, к верности, к жертвенности, к желанию помочь людям, которые меня окружают, потому что Христос говорит, что сделали им, то сделали мне. Самое главное, чтобы был вот этот правильный мотив, а Он переведёт нас к правильному пониманию всех тех вещей, о которых мы говорили так много во время исследования этой темы на протяжении трёх месяцев. Да благословит Господь каждого из нас, да ведёт нас рукой своей, да поможет быть нам Его верными детьми, потому что Его любовь заслуживает ответной любви от нас. Давайте мы обратимся к Богу в молитве. Дорогой Отец, Творец неба и земли, мы благодарны Тебе за то, что на протяжении трёх месяцев мы могли исследовать тему верности, тему честности, тему благодарности, тему жертвенности. Господи, мы всё это видим в Тебе, как Ты это проявляешь по отношению к нам. И мы, как дети Твои, хотели бы отражать Твой характер в нашей жизни, как благодарность за ту любовь, которую Ты к нам проявляешь. Спасибо Тебе за всё. Благослови наших зрителей, Господи, чтобы эта весть, она тоже была преобразующей в их жизни. Слава и честь Тебе добудет за всё Бог наш, Отец, Сын и Святой Дух. Ах, не умеем. Слава и честности, Слава и честности, Редактор субтитров А.Семкин